Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Грешево. Номер 72. Начитываем Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта и с комментариями. Так, филиппийцам, 1 глава, 8 стих. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Толкование Блаженного Феофилакта. Апостол призывает в свидетели Бога не потому, чтобы он опасался недоверия, но потому, что он не может выразить словом свое великое душевное расположение, предоставляя это Богу, испытывающему сердца. И это есть явное доказательство его искренности, потому что если бы он им льстил, то не призывал бы в свидетели Бога. Сказал любовью Иисуса Христа, то есть не ради чего-нибудь человеческого, не ради того, что вы прислали потребное для меня, но любовью ради Бога, или сделавшись вашим отцом через веру во Христа. Я люблю вас любовью не плотской, но той, какую дает Христос своим истинным рабам, рождающим и мучат Евангелие. Всех я объемлю великой любовью, потому что все вы таковы. Филиппийцам, 1, 9. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве толкования. Хотя он и любим столько, однако желает еще больше быть любимым, потому что свойства любви никогда не останавливаться. Обрати внимание на его бород речи, которую он более усиливает, когда говорит «еще более и более возрастала». Говорит так с тем, чтобы не его одного любили, но и других. В опознании и всяком чувстве. То есть, чтобы вы любили не просто, но с рассуждением и уверенностью и испытанием. Потому что есть много таких, которые любят безрассудно. Отчего такая любовь и не бывает прочна. Или чтобы не любили еретиков. Филиппийцам, 1, 10. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Толкование. То есть, полезное. Если вы любите благоразумно и с рассуждением, то вы можете избирать полезное и распознавать, кто достоин любви, то есть верных, и кто недостоин, то есть неверных. Но как же говорит он в другом месте? «Будьте в мире со всеми людьми». Римлянам, 12, 18. Во-первых, он не безусловно сказал, но с ограничением. Если возможно, будьте в мире со всеми людьми. Затем иное. Быть в мире и иное любить. Первое значит не враждовать. И для любви требуется душевное расположение и как бы слияние и тождество в нравах. С чего не следует оказывать по отношению к еретикам. «Ибо, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его». Матфея 5, 29. Я говорю это не ради своей пользы, но для того, чтобы вы под предлогом любви не приняли какого-либо ложного учения. Вот доказательство, что еретиков как любить. Вырви глаз и выбрось. А то любите, любите, любвисты. «Сказал, чисты – это пред Богом, непреткновенные – это пред людьми, потому что хотя дружба с еретиком и не приносит вреда тебе, но соблазняет другого. А если ты соблазняешь своих братьев, то как же явишься чистым в день Христов?» Филиппийцам 1, 11. «Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». То есть, чтобы вы сообразно с правотой учения и жизнь вели безукоризненную. Под праведностью апостол разумеет всякую добродетель, или в частности милосердие. Не говорю, чтобы вы исполняли добродетель или милосердие несовершенно, но чтобы вы были исполнены ими. И так как и эллины думали приписывать себе добродетель и милосердие, то он и прибавил Иисусом Христом. «Так как их дела не по Христу, но ради тщеславия и человека угодия. Славу Божию, то есть, а не во славу меня, который, научая всему, вам не должно препятствовать славе Божией. Вместе с тем он и ободряет их, как бы говоря, что Бог будет содействовать им в деле, которые не будут совершать во славу его». Филиппийцам 1, 12. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Толкование. По-видимому, филиппийцы, узнав, что Павел связан, беспокоились, как бы это ни послужило препятствием проповеди Евангелия. Поэтому, чтобы уничтожить это подозрение, Павел и говорит, что узы не только не воспрепятствовали моему благовествованию, но, напротив, послужили к большему его успеху». Комментарии Игнатия Лапкина. «Всякий учитель, вселенский учитель Павел из Тарса, говорил о себе, что у него множество забот о церкви. Но среди этих забот на первое место была выдвинута забота о проповеди Евангелия. На препятствующих проповеди он смотрел, как на врагов Божиих, которые обязательно, непременно будут наказаны Господом Богом». 1 Фессалоникийцам 2.16. «Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Евангелие от Матфея 23.32. «Дополняйте же меру отцов ваших». Главное, его заботой было в любом деле, как бы это не послужило препятствием проповеди Евангелия. Это должно стать заботой каждого священнослужителя, каждого христианина. Филиппийцам 1.13. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Полкование. «То есть, хотя я и связан, но говорю с еще большей смелостью и не молчу, но проповедь моя достигла даже до самой притории, то есть с самого дворца царского и распространилась во всем городе, и это совершилось о Христе, то есть это не мое дело, но Христа, или узы мои о Христе, то есть узы, которые я терплю за Христа». Филиппийцам 1.14. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Толкование. «И прежде они смело проповедовали, теперь же еще больше, видя меня смело проповедующего, хотя я и в узах, ибо когда они увидели меня в узах, то еще большую почувствовали ревность к проповеди. А так как Павлу показалось слишком сильным сказать, я их воодушевил, то прибавил в Господе». «Итак, если находящаяся близко к моим узам не смущается, но восприимлет большее дерзновение, то тем более прилично это вам». Комментарий Игнатия Лапкина. «Такая ситуация в России во время разгола НКВД была даже немыслима. И опять же, вина священников в том, что они не приучили свою паству любить Библию и проповедь». А вот на этой любви к проповеди возникли все секты. Не от добра ищут, говорит, добра. Филиппийцам 1.15. «Некоторые правды по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Толкование. «После того, как Павел был схвачен, многие из числа неверных стали проповедовать Христа, желая этим возбудить Нерона к большему гневу, чтобы он как можно скорее умертвил Павла, так как через него проповедь распространяется повсюду. Это и значит слова по зависти и любопрению. Или же, потому они стали проповедовать Христа, что хотели и сами получить честь и отнять что-нибудь от моей славы. Другие же, говорит, проповедовали Христа с добрым расположением, то есть без лицемерия и истина. Филиппийцам 1.16. «Одней по любопрению проповедуют Христа, нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих». Толкование. То есть не искренне, не ради самого блага, думая тем самым подвернуть меня большей опасности и приложить печаль к печали. Но не удастся им их это ухищрение, потому что проповедь через это становится славнее, и моя радость увеличивается через это. «Видишь ли, что доброе дело не следует делать без доброго расположения, и что возможно не только не получить награды, но и подвергнуться наказанию?» Филиппийцам 1.17. «А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Толкование. «То есть другие по любви, как к Богу, так и ко мне, проповедуют Евангелие, зная, что я должен отдать отчет в проповеди, и ради этого содействуют мне в этом деле. Ибо если многие пристанут к моей проповеди, то мне легко будет защищать благовествование. Таким-то образом они содействуют мне, научая многих». Комментарий Игнатия Лапкина. «Христиане 21 века, мысленно перенеситесь в церковь города Филиппы. Писались бы вы с вашим духовным багажом и знаниями в ту церковь, или, как иноверцы и обрядоверцы, выглядели бы белой вороной среди них? Вы, православные христиане, можете ли усвоить это послание лично к себе, что оно написано к вам? Можете ли сказать, что толкование этого места блаженного феофилакта относится лично к вам? Что, то есть, вы по любви как к Богу, так и к Павлу проповедуете Евангелие, зная, что он должен отдать отчет в проповеди, и ради этого содействуйте ему в этом деле? Слушайте, пастыри и посомы, грозные слова, какие прозвучат на страшном суде, когда Бог потребует дать отчет в проповеди. Православный, примите эти слова в свое сердце. Неподкупный судья будет спрашивать лично с каждого, и там мы же не оправдаемся тем, что батюшки нас не учили. Каждому надлежит отдать отчет в проповеди, грозному, судии. Филиппийцам 1,18. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Толкование. Что говорит много говорить, или зачем не заботиться о том, так или иначе, притворно, то есть по зависти и лицемерию, или искренно проповедует Христа. Основываясь на этом, некоторые неразумные заключили, что Павел дал начало ересям, потому что, говорят они, пусть бы кто не проповедовал, только бы о Христе. Это не составляет никакого различия. Но брати внимание, во-первых, апостол не сказал, пусть проповедует Христа, как будто он постановляет закон, но проповедуется, указывая на совершившиеся события. Затем, хотя бы он и сказал это в виде узаконения, все-таки он через это не открыл бы доступ ересям. Как же это? Поскольку те, о которых он говорит, не ввели ложного учения, но проповедовали истинное, хотя неправедно, и не с истинным и намерением. Еретики же, по преимуществу, проповедуют не истинное, а превратное и ложное учение. Да, кроме того, и цель имеет превратную. Они делают это для того, чтобы причинить мне печаль, а я радуюсь тому, что Христос через это больше проповедуется. И если я не впредь буду совершать это, то я буду радоваться еще более. Видишь ли, какой из них дьявола уничтожает его самого? Филиппийцам 1.19 Ибо знаю, что это послужит мне во спасение в вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Толкование. Что это? То, что через вражду и ревность по отношению ко мне проповедь слова возрастает. Обрати внимание на смиренно-мудрый апостол Павла. Своими бесчисленными добрыми делами он уже заслужил спасение. Однако он говорит, если только буду удостоен ваших молитв и через них будет дарован в большем изобилии Дух, в таком случае только я получу спасение. Под содействием разумеет обильнейшее подаяние благодати Святого Духа. Филиппийцам 1.20 При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью ли то или смертью. Толкование. Уверенностью апостол называет твердую и непоколебимую надежду, которая выражается всем положением головы и уверенным взором. И так, говорит, я твердо надеюсь, что буду спасен. Под спасением нужно разуметь освобождение от жестокости Нерона. Как я, избег, избег первой опасности, так же точно избегу и нынешней. Здесь же он научает, чтобы мы не полагались исключительно на молитвы других, но и сами нечто превосносили. Как и сам Павел, причины всех благ поставляют свою уверенность. Ибо и пророк говорит, да будет милость твоя Господи над нами, как мы уповаем на тебя. Солом 32, 22. И в другом месте, кто верил Господу и был постыжен. Сирахов 2, 10. И сам Павел говорит, надежда не постыжает. В Римлянам 5, 5. То есть не в жизни, потому что проповедую Евангелие не в смерти, так как враги не победят, а если бы они и умертвили меня, то и тогда откроется для меня еще более непостыдная слава. Но это им не удастся. Они, говорит, думали, что посредством своих козней вернут меня в опасности и смерть. Но не удастся им это их усердное старание. Напротив, при всяком дерзновении, то есть явно и непреложно возвеличится Христос в теле моем, то есть пока я живу и ношу это тело, ибо я не умираю. А чтобы кто-нибудь не сказал, что же, если ты, Павел, умрешь, то Христос, конечно, не возвеличится. Он прибавляет, что и смертью моей он возвеличится, поскольку он сделал меня сильнее самой смерти. Но теперь он пока прославляется жизнью, ибо он ее даровал мне и избавил меня от опасности. О смерти же он говорит не потому, что он в скором времени должен умереть, но если это случится, чтобы они не смущались этим, ибо они сильно любили его. Филиппийцам 1, 21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение толкования. То есть я живу новой жизнью, и Христос для меня все, и дух, и жизнь, и свет. Под жизнью, разумеется, во-первых, естественная жизнь, ибо им, говорит апостол, живем и движемся. Деяние 17, 28. Разумеется, затем жизнь во грехах, так, когда говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Римлянам 6, 2. Разумеется, наконец, вечная жизнь, или жизнь во Христе. Наше жительство говорит на небесах, филиппийцам 3, 20. Здесь Павел, конечно, отвергает неестественную, но греховную жизнь, то есть преданную греховной прелести. Он исповедует, что Христос для него жизнь, как и в другом месте, говорит, живу верою в Сына Божия, Галатам 2, 20. Говорит, что смерть для него приобретение, потому что тогда, говорит, более явно с ним соединюсь. Поэтому доставят мне приобретение те, которые стараются изъять меня из жизни в этом мире, так как они приведут меня ко Христу, который есть моя жизнь. Филиппийцам 1, 22. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Толкование. Чтобы ты не подумал, что апостол порицает настоящую жизнь, то говорит, если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то есть, хотя я и сказал, что смерть есть приобретение для меня, но так как есть жизнь во плоти, не бесполезна для меня, так как я приношу плоды, научая и просвещая всех, то поэтому я не знаю, что избрать. Здесь таким образом заграждаются уста еретиков, которые порицают настоящую жизнь, и если она доставляет нам плоды, то значит она не есть зло. Поэтому причина зла не сама жизнь, но воля тех, которые дурно ею пользуются. Открывая как бы некоторую тайну, апостол опоказывает, что он сам господин жизни и смерти. Потому что если я пожелаю, говорит, просить всего у Бога, он окажет мне эту милость. Отсюда вы, говорит, должны получить утешение, что если я и умру, то не по злобе врагов, а по устроению Божию. Филиппийцам 1.23.24 Влечу от меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Толкование. Он говорит это с той целью, чтобы приготовить их мужественно перенести его непредстоящую смерть. Зачем говорит вам скорбеть о моей смерти? Я желаю этого, и это для меня лучше, потому что дает мне возможность быть со Христом, поэтому вам не следует скорбеть. Но, с другой стороны, и оставаться во плоти еще более нужно для вашей пользы, потому что я ищу не своего, но вашего. Влечет меня то и другое, то есть я нахожусь в затруднительном положении и не знаю, что предпочесть. Однако, признаю более необходимым продолжением жизни быть для вас полезным. С чем после всего можно сравнить высокую душу Павла? Соединение со Христом он предпочитал пользу другим, и чтобы полнее усвоить себе Христу, отлагал соединение с Ним. Филиппиесом 1.25 И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Толкование так как говорит необходимо мне остаться во плоти, то я несомненно и с полной уверенностью знаю, что останусь, то есть буду жить, и не просто но с вами, то есть буду увидеть вас. Для чего же? для того, чтобы вы возросли в вере, то есть чтобы утвердились и укрепились как в учении, так и в жизни. Этот успех составляет истинную радость и для вас, и для меня. Здесь же апостол и устрашает их, как бы так говоря, смотрите, ради вас я отложил единение со Христом. Итак, не сделайте напрасным и тщетным мое пребывание во плоти. Итак, что же? Ради одних филиппийцев он остался, не ради их одних, а говорит так по великой заботливости о них и побуждая их к большей трезвенности. Филиппийцам 1.26 Дабы похвала вашего Христа и Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам превшествии. Полкование. Так как он выше сказал, что он останется ради их успеха, то показывает теперь, что и он из этого извлекает некоторую пользу. Именно большее через них свое прославление тем, что они благодаря его пришествию к ним более преуспеют. Ну что же, пришел ли он к ним? Это неизвестно и составляет предмет спора. Филиппийцем христа 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 это не потому, что он изменил свое желание и как будто уже не намерен прийти к ним. Но если бы говорит как-нибудь случайно и не пришел я, то могу и отсутствие радоваться вашей жизни по евангелию. Поэтому вы не падаете духом, если я не приду, но бодрствуйте, так как я непременно узнаю, как вы будете вести себя в одном и том же даре единомыслия. Ибо таким только образом единомысленные имеют как бы одну душу, то есть когда в них живет единый дух. Подвязаясь единодушно за веру, то есть помогая друг другу в борьбе за веру. Филиппийцем 1.28 И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предназнаменование погибели, а для вас спасение и сие от Бога. Толкование Не говорю пишет просто не колеблитесь но и не страшитесь то есть не смущайтесь ничем хотя бы вам угрожали опасностью или пугали смертью ибо они ничего не могут сделать только угрожать до того они слабы когда они увидят что все их бесчисленные ухищрения не в состоянии устрашить вас то не будут не считать это явным доказательством того что дела их погибнут а ваши останутся твердыми и нерушимыми и в то же время спасительными филипийцам 1.29 потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него но и страдать за Него толкование называя страдания за Христа даром Павел делает филипийцам два следующие наставления во первых чтобы они не стыдились и не падали духом во время от страданий во вторых чтобы не гордились потому что все это говорит от Бога он и добродетель называет даром говорит так не потому чтобы он не признавал свободной воли но с тем чтобы научить их думать о себе скромно потому что без Бога мы ничего не можем делать быть может это дар больше дара воскрешения мертвых потому что там я должник здесь же имею должником Христа о чудо мне дарует и через это самое остается мне должен филипийцам 1.30 таким же подвигом какой вы видели во мне и ныне слышите о мне толкование показывает что они борются из-за того же и терпят то же что и он а это свидетельствует о великой их добродетели вы говорит имеете во мне образец потому что знаете что я переносил страдания на ваших глазах когда действительно был наказан и брошен в темницу вы теперь даже слышите об этом филипийцам 2 глава 1-2 стих итак если есть какое утешение во Христе если есть какая отрада любви если есть какое общение духа если есть какое милосердие и сострадательность то дополните мою радость и имейте одни мысли и имейте ту же любовь будьте единодушны и единомыслены толкование слова эти значит вот что если вы желаете доставить мне какое-либо утешение в моих испытаниях если желаете оказать какую-либо отраду которую рождает любовь если думаете доказать что имеете некоторое общение со мной в духовных делах и ради Господа если скорбите обо мне и сочувствуете моим страданиям то за все это воздайте мне взаимное друг ко другу любовью заметь как он в их единодушии видит для себя личное благодеяние и полагает как будто он сам удостоился милости и не сказал доставьте мне радость но дополните вы говорит начали во мне радость и уже доставили мне мир желаю чтобы эта радость была доведена до конца в чем же моя радость не в том чтобы мне освободиться от опасности или получить от вас что-нибудь но в том чтобы вы мудрствовали одинаково имейте ту же любовь это больше чем мыслить одинаково когда ты любим чрезмерно отвечай не слабой любовью но равной мерой будьте как бы одна душа не по природе но по мыслям и согласию на это апостол указывает словами будьте единомысленны филипийцам 2.3 ничего не делайте по любопрению или по тщеславию но по смиренно мудрую почитайте один другого высшим себя толкование ничего говорит не делайте по зависти или соперничеству что бывает когда мы говорим вот я поднатужусь чтобы меня не превзошел такой-то в этом именно и состоит любопрение затем апостол матерью такой ревности выставляет тщеславие потому что из последнего рождается первое когда мы ищем славы человеческой чего мы для нее не делаем теперь апостол показывает нам путь который мы можем избежать тщеславия и предлагает спасительное для нас учение если говорит ты представляешь себе что другой не просто больше тебя но чрезмерно тебя превосходит и по великому смирению убежден будешь что это подлинно так то ты его всячески будешь почитать поступая так ты не огорчишься когда увидишь что и другие его почитают даже если бы он стал тебя поносить или бить ты терпеливо перенесешь потому что ты признав его высшим себя не будешь и завидовать ему потому что зависть бывает к равным а не к тем за которыми мы признали преимущество и тот в свою очередь будет думать что ты превосходнее его и вот настанет между вами полный мир килипийцам 2 4 5 не о себе только каждый заботься но каждый и о других ибо в вас должны быть те же чувствования какие и во Христе Иисусе толкование когда я забочусь о том что для тебя полезно а ты о том что для меня тогда не будет места нищи славию не распрям ничему либо вообще дурному но будет жизнь ангельская и божественная как Христос говорит будьте милосердны как и Отец ваш небесный милосерд Лука 6 36 и затем научитесь от меня ибо я кроток Евангелие от Матфея 11 29 так и Павел научаясь смиренно мудрию чтобы больше устыдить нас приводит в пример Христа как и в другом месте говорит Он будучи богат обнищал ради вас 2 Коринфянам 8 9 когда Он указывает на Сына Божия высочайшего всякой высоты и так уничижившегося кого из высокой мудрствующих Он этим не пристыдит Филиппийцам 2 6 Он будучи образом Божиим не почитал хищение быть равным Богу толкование из числи сколько здесь низлагается еретиков Маркион Понтийский говорил что мир и плоть зло и что поэтому Бог не принимал плоти Маркел Галатийский Фатин и Сафроний говорили что Слово Божие сила а не ипостасное существо что эта сила обитала в том кто произошел от семени Давидова а Павел Самосадский говорил что Отец Сын и Святой Дух простые имена приписанные одному лицу Арий говорил что Сын есть творение Аполлинарий Ладикийский говорил что он не принимал разумной души итак посмотри как все эти еретики падают от одного почти удара будучи образом Божием как же вы Марки Лиане говорите что слово есть сила а не сущность образом Божием называется сущность Божия точно так же как образом раба как же и ты самосадский говоришь что он начал свое бытие от Марии ибо он предсуществовал во образе и сущности божественной но посмотри как падает и Савелий не почитал хищением говорит апостол быть равным Богу равный не говорится об одном лице если равен то кому нибудь равен таким образом ясно что речь идет о двух лицах и Арий опровергается многими способами образом Божием то есть сущностью и не сказал бывший но будущий что подобно изречению я есть сущий исход 3.14 и не почитал хищением быть равным Богу видишь ли равенство после этого как же ты говоришь что отец больше а сын меньше но посмотри на безрассудное упорство еретиков сын говорят будучи малым Богом не почитал хищение быть равным великому Богу ну во первых какое писание учит нас что есть малый великий Бог так учат эллины а что и сын великий Бог послушай что говорит Павел ожидая говорит явление славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа титу 2.13 затем если он мал каким образом он почитал хищением в себе быть великим кроме того Павел имеющий ввиду научить смиренно мудрию оказался бы нелепым если бы внушал следующее поскольку малый Бог не восставал против великого Бога то и вы должны смиряться друг перед другом потому что какое же это смирение когда меньший не восстает против большего это одно только бессилие смирением называется то что он равный и равномочный Богу человеком и так об этом довольно далее посмотри что говорит Павел не почитал хищением когда кто нибудь похитит что нибудь боится отложить это дабы не потерять не принадлежащее ему а когда имеет что нибудь от природы легко пренебрегает этим зная что он не может всего лишиться и если казалось бы отказывается от этого то опять он и восприимет таким образом апостол говорит что Сын Божий не убоялся унизить своего собственного достоинства потому что он имел его то есть равенство с Богом Отцом не через хищение но признавал это достоинство принадлежащим своей природе поэтому он и избрал уничижение так как в уничижении сохраняет свое величие 33 филиппийцем 2.7 но уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек где те которые говорят что он сошел не добровольно а исполняя повеление пусть знаете те что он уничижил себя как Господь как самовластный образ раба этим самым апостол престижает Аполлинария потому что принимающий образ или иначе природу раба имеет и душу вполне разумную это значит что Господь не все имел наше так где оно это но чего ты не имел именно не родился по естественному порядку и не грешил но он не был только тем чем казался ну и Богом не был он обычным человеком поэтому апостол и говорит подобным человеком потому что мы душа и тело а он душа и тело и Бог на этом основании когда апостол говорит в подобии плоти греховной Римляна 8.3 то не то говорит что он не имел плоти но что плоть это не грешило а была подобно греховной плоти по природе А не по злу Таким образом, как там подобие не в смысле всецелого равенства Так и здесь он говорит О подобии в том смысле, что он не был рожден по естественному порядку Был безгрешным и не был простым человеком Так как апостол сказал, что уничижил себя самого То чтобы ты не счел это дело изменением и превращением он говорит Оставаясь тем, чем был Он принял то, чем не был Природа его не изменилась Но он явился во внешнем виде, то есть во плоти Потому что плоти свойственно иметь вид Ибо когда он сказал, приняв образ раба То после этого осмелился сказать и это Как бы этим заграждая устакому Прекрасно он сказал, как человек Так как он не был один из многих, но как один из многих Потому что Бог слова не превратился в человека, но явился как человек И будучи невидимым явился, имея вид Некоторые же толковали это место так И образом какой же истинный человек Как и Иоанн говорит в Евангелии Славу как единородного от Отца Иоанна 1.14 Вместо того, чтобы сказать славу, какую прилично иметь единородному Потому что как означает Потому что сказать славу, какую прилично иметь единородному Потому что как означает и колебания, и утверждения Все, готовьте снимать Вторую посчитаем сегодня обязательно Обязательно